Минимальная сумма, которую будут получать пенсионеры Тверской области в следующем году – 8540 рублей в месяц. По сравнению с этим годом, размер прожиточного минимума увеличен почти на четверть. Тем не менее, тверские бабушки и дедушки будут жить скромнее, чем пенсионеры некоторых других регионов. Максимальная сумма, установленная в федеральном бюджете – 8803 рубля. Однако, подтянуть до нее размер прожиточного минимума в нашем регионе, утверждают парламентарии, невозможно. Наша цифра берется строго из методики расчета. Другой она просто не будет. Парламентарии также обсудили тему аренды объектов культурного наследия по льготной цене. Депутаты приняли закон, по которому предпринимателю с момента заключения договора будет начисляться арендная плата – рубль за квадратный метр в год, при условии реставрации здания. Аналогичный закон уже принят на уровне муниципалитета и даже опубликован список объектов. Однако, арендовать собственность региона для предпринимателей выгоднее. В то время как город настаивает на проведении всех работ за 5 лет, а аренду ограничивает 20-ю, отреставрировать региональную собственность можно за 7 лет, а договор заключить на 49. Правительство работает сегодня с Федеральным фондом имущества и нам передают сегодня еще ряд зданий важных, не только в Твери, но и в других муниципальных образованиях, которые соответствуют нашу собственность. И, соответственно, этот закон просто позволит сразу искать для них добросовестных пользователей, чтобы они были восстановлены. Во втором чтении был принят закон об ужесточении требований по продаже алкоголя. Сейчас купить напитки погорячее с 10 вечера до 10 утра нельзя нигде, кроме заведения общепита. Этой лазейкой в законе воспользовались предприниматели, открывшие рюмочные. По большей части это, собственно, магазины, в которых ни о каком общественном питании речи не идет. Зато алкоголем торгуют круглые сутки. Теперь в таких заведениях должно быть как минимум 16 посадочных мест, туалеты, раковины для посетителей и, в общем, рюмочные должны превратиться в более-менее цивилизованные кафе. Пять лет назад приняли решение, что мы должны сегодня ограничивать потребление спиртных напитков нашим населением. Законодательно, фактически, сопровождаем концепцию, которой мы неукоснительно следуем. Еще более опасны наркотики. Впервые в Тверской области был принят проект закона по этой теме. Его разработка продиктована необходимостью создания системы по профилактике наркомании. Полномочия все зафиксированы, впервые в законе уже. Но главное, что мы сегодня законным образом можем через государственные программы, которые принимаются правительством, тратить средства на борьбу с этим социальным злом. На заседании депутаты также приняли решение дополнить перечень категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов. Теперь получить льготные условия для застройки могут также работники организации социального обслуживания, находящихся в ведении Тверской области. Светлана Маркина, Руслан Попов, РЕН-ТВ-пилот.